Если прозу зачастую человеку диктует разум, то стихи человеку диктует Бог, даже если человек и считает себя афинистом. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и уже не раз в своем видеодневничке я рассказывал про антологию стихи о Камчатке, работу над составлением которой мы с женою вели несколько лет и закончили лишь в самом конце 2020 года. Я надеюсь, что с Божьей помощью эта антология к середине нынешнего года выйдет в свет, в нее войдут тексты как камчатских стихослагателей, так и заезжих сочинителей. И время от времени я читаю вам стихи из этой антологии. Сегодня вас ждет стихотворение, принадлежащее Перу, Василия Семеновича Акшинского, бывшего журналиста, литератора, пропагандона. Чем это стихотворение интересно? Тем, что это одно из первых стихотворений, написанных и опубликованных на Камчатке профессиональным литератором. А Акшинского можно отнести к профессиональным литераторам. Он автор сборника стихов, он автор, выдержавший два издания книги «Курильский десант». И он в свое время записал воспоминания кровавого сталинского маршала Ворошилова. Но мы сейчас говорим не о биографии Акшинского, о которой я в одном из выпусков своего видеодневничка уже рассказывал, а о том, что он когда-то писал стихи. Василий Акшинский на вулкане. Это стихотворение было напечатано в «Камчатской правде» в тридцать четвертом году ушедшего века. Вдумайтесь, в тридцать четвертом году. Итак, Василий Акшинский на вулкане. С «Камня на камень, вперед и выше, сквозь облачный плен, сквозь ветер и дым, мы рвались, царапались склоном крутым, туда, где вершина под звездную крышей. И после, когда под ногами паря теплился вулкан, взятый боем и приступом, хотелось построиться дружно в ряд, послать по врагу смертоносный заряд, идти на врага, громыхая по выступам. Хотелось, чтоб каждый сюда взошел, хотелось, чтоб каждый пожил хорошо, чтоб каждый взлюбил туристское дело, чтоб каждому жить и работать хотелось, Чтоб крепло, мощнело взрастившая нас, родная великая наша страна». Это стихотворение, кстати, посвящено коллективному подъему на Авачинский вулкан, а в тридцатые годы было очень модно совершать коллективное подъемное на Авачу в полном армейском снаряжении. Не только с винтовками, но даже и с пулеметами. Я когда-нибудь расскажу об этом в рамках своих краеведческих выпусков видеодневничка. Итак, я надеюсь, что антология и стихи о Камчатке выйдет в свет в середине 2021 года. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать от меня новые стихи о Камчатке. Если вы не умеющие читать некультурные абрамы родства, не помнящие, ставьте дизлайки. Пожалуйста, пишите комментарии. Мне всегда интересно знать, что вы думаете, глядячи, мой видеодневничок. Вот там, внизу, есть поле для комментариев. Поищите и найдете. Если вы на моем канале впервые, если вам сразу не стало скучно, и вы хотите возвращаться сюда снова, снова и снова, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой, вы не будете пропускать новые ролики на канале. Вот это подсказка. Делайте то, что она вам велит. Сделали? Кнопочка подписаться сменила свой красный цвет на светло-серый, в ней появились два. Волшебных слов вы подписаны. Колокольчик вы тоже нажали? Ай, молодцы! Теперь вы не будете пропускать новые выпуски моего видеодневничка на уютном ютубчике. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok